Тема, которую мы сегодня обсуждаем на круглом столе, одна из важнейших тем создания качественных условий и качественной инфраструктуры для жизнедеятельности человека. И, наверное, не случайно, что такой живой интерес у присутствующих и живой интерес у тех, кто подключился по видеоконференцсвязи к данному мероприятию. В первых словах я хотел бы сказать слова благодарности организаторам этого события и в самой конференции, и организаторам этого круглого стола. И не только потому, что пригласили меня быть модератором, но и потому, что это событие очень важное, значимое, и возможно, что для многих участников этой конференции это выбор пути, по которому развивать свою инфраструктуру. И я бы хотел отдельно, конечно, сказать слова благодарности в адрес и мэрии Санкт-Петербурга, и Татьяны Владимировны Соколовой, и Министерство экономического развития, и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ну и, конечно, ко всем, кто стал генеральным партнером и партнером в организации этого совещания. И теперь, после того, как все общие слова и благодарности, и вводные слова сказаны, я бы хотел предоставить слово первому выступающему. Он будет выступать как раз по видеоконференц-связи. Это начальник отдела научно-технического развития Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Андрей Андреевич Щербинин. Пожалуйста, Андрей Андреевич. Да, коллеги, добрый день. Слышно, видно? И слышно, и видно. Отлично, спасибо. Тоже позволю себе слова благодарности вам за организацию и за приглашение на участие в данном мероприятии. У меня будет такое достаточно короткое выступление. В первую очередь, оно будет касаться того, что светотехническая отрасль для нас, для министерства и для радиоэлектронной промышленности в целом является одним из перспективных технологических рынков. Это зафиксировано у нас в стратегии, и, безусловно, мы уделяем этому дополнительное особое внимание. Что бы хотелось сказать про светотехническую отрасль в целом, что из того объема и разнообразия направлений, которыми мы в радиоэлектронике занимаемся, для светотехнической отрасли на текущий момент созрела настолько, что ключевым инструментом поддержки, который мы можем оказывать для отрасли, это является нормативное регулирование. То есть, если делать средства по нашим финансовым инструментам, по нашим финансовым мерам поддержки и по тому, как их употребляют различные сегменты, вот здесь с точки зрения финансов, светотехническая отрасль со своей стороны говорит, что мы достаточно конкурентоспособны, достаточно сформированы, поэтому в первую очередь от нас, к нам, как Министерство промышленности и торговли, приходит запрос на регуляторные меры, на регуляторику в отношении светотехнической продукции. За это, собственно, всем участникам бренда тоже отдельное спасибо, потому что мы понимаем, что те наши действия в отношении регуляторики, в отношении регуляторики, они оказывают на вас непосредственное влияние. Несколько слов скажу о нашем постановлении, постановлении 878, введенный реестр радиоэлектронной продукции, вокруг которого, собственно, все дальнейшие наши меры рыночного стимулирования сформированы. Несколько моментов. Светотехническая продукция представлена в двух направлениях. В четвертом разделе в продукции отрасли фотоники и светотехники и прописаны требования к светодиодам, да, включая светодиодные модули и непосредственно к светильникам светодиодным, включая светодиодные светотехнические изделия. На текущий момент с 1 января 2022 года на светильнике светодиодные установлено требование о соблюдении процентной долги в стоимости использования иностранных товаров не более 30% от цены товара, использование светодиодов, произведенных на территории, соответственно, Российской Федерации и членов Европейского экономического союза. Процедура включения в наш реестр радиоэлектронной продукции, оно проходит через заключение торгово-промышленной палаты, которая впоследствии направляет это заключение нам в департаменты, мы выдаем свое заключение и дальше включаем в единый реестр. Что дает реестр? На текущий момент в отношении реестра мы вводим действует правило «третий лишний» для 44 ФСД, и 30% преференции по 223 МТЗ. Дополнительно вводятся введенные квоты с этого года на различные демократуры продукции. И в планах апартамента, в планах министерства, мы всегда об этом достаточно открыто говорим, что инструмент для нас является, и реестр для нас является инструментом, благодаря которому мы наносим свою позицию, что интеллектуальная собственность, производственная операция и в целом промышленное производство продукции, требования к промышленному производству продукции, которые реализуются на территории Российской Федерации. Мы будем усиливать и, соответственно, вводить дополнительные стимулирующие меры для предприятия. Следующим шагом в отношении своей технической продукции, в отношении критериев для включения в реестр радиоэлектронной продукции станет введение бальной системы. И здесь, наверное, нам с вами тоже нужно объединять усилия в том, чтобы выработать устраивающие отрасль критерии и на текущий год, да, и на плановый период следующую трехлетку по тому, какие дополнительные меры нужно предусмотреть для того, чтобы для вас открыть рынок и для того, чтобы продукция на тех рынках, на которых мы имеем воздействие, на тех направлениях, на которых действует наша регуляторика, они для вас были открыты, и вы, соответственно, были на них защищены от конкурентов. Спасибо. Спасибо, Андрей Андреевич. Для нас, безусловно, для всех участников совещания важно, какие изменения готовятся и что Минпромторг предпринимает в части ограничения доступа на рынок для создания преимуществ отечественным производителям, электроники и светотехники в частности, при этом создание этих преимуществ, в том числе с требованием по энергоэффективности, которое отдельным постановлением недавно принято правительством Российской Федерации 22.55, также, соответственно, добивается того, чтобы продукция это была по техническим характеристикам не просто конкурентоспособна, а даже и превосходила продукцию зарубежных производителей и аналогов. Но вот вы упомянули про попадание в реестр отечественных производителей при соответствии 878-му постановлению и соответствии 719-му постановлению. Механизм вы сказали, что это торгово-промышленные палаты, но ни в одном из этих постановлений нет механизма дальнейшего мониторинга соблюдения требований при поставках для государственных приравненных к ним нужд. И это первая проблема, которая существует и которую необходимо решать, иначе рано или поздно она доведет до скандала. И вторая проблема – это проблема, когда недобросовестные заказчики с недобросовестными поставщиками формулируют определенного рода ограничительные требования, в результате которых доступ к тем или иным тендерам может иметь только один единственный поставщик, и то базирующийся на иностранных комплектующих. И в этой части уж точно он не соответствует никаким требованиям 719-го и не должен находиться в реестре 878-го, а попросту говоря, это вообще надо квалифицировать по 159-й статье УК РФ как мошеннические действия, поскольку он поставляет под видом отечественной продукции, сертифицировав перед этим как отечественную продукцию, на отечественных комплектующих эту продукцию, попав к вам в реестр, поставляет дальше продукцию, не соответствующую этим критериям и характеристикам. И, Андрей Андреевич, когда вы будете думать о доработках постановлений, 878-го, возможно, 719-го, убедительная просьба пригласить профессиональное сообщество к участию в доработках, чтобы действительно, с одной стороны, и рынок был бы конкурентным, среда конкурентная, и отечественные производители по открытым правилам, честным правилам на этом рынке конкурировали друг с другом и создать преференции. Я думаю, что никто из сидящих в зале, и, я думаю, ни одного нет в стране, желающего, чтобы его налоги уходили на формирование промышленного и экономического потенциала даже нашего горячо любимого юго-восточного соседа. Не говоря уже о совсем не горячо любимых наших западных партнерах. Поэтому большая просьба учесть это пожелание и пригласить нас к совместному творчеству при доработках. Спасибо. Можно, конечно. Хотя у нас круглый стол, но... Да, пожалуйста. В части ограничения поставщиков через указания определенных требований технического задания здесь мы уже на других направлениях прорабатываем необходимость указания ограниченного набора характеристик при формировании конкурсов, да, по 44 МФЗ. То есть организация, которая проводит конкурс, не имеет право указывать какие-то дополнительные характеристики, кроме тех, которые там относятся к той или иной продукции. Это один из механизмов, который мы преследуем для защиты как раз вот от второго комментария, который у вас был. А в части мониторинга здесь действительно мы с вами тоже обсуждали. И здесь мы готовы к открытому диалогу. Нужно учитывать, что вопрос последующего мониторинга был просто не только нашего ведомства. Мне кажется, что в широкой площадке с другими ведомствами мы этой цели с вами тоже достигнем. Спасибо. Спасибо. Я хотел бы предоставить слово генеральному директору Ассоциации энергосервисных компаний РАЭСКО Алексею Викторовичу Туликову. Пожалуйста, Алексей Викторович. Евгений Викторович, спасибо большое. Дорогие коллеги, рады всех приветствовать на этом мероприятии. Наконец-то мы собираемся в формате почтном, и я отрадно видеть большое присутствие участников. И даже без массы, включая президиум. Поэтому надеюсь, что мы в таком формате будем собираться чаще. Это позволяет, ну, действительно, обмениваться какими-то позициями, мнениями. Мой доклад посвящен вопросам, связанным с количеством инвестиций, модернизациям системы освещения в России. Речь идет не о строительстве, но о мощностях производства, а именно проекты, которые связаны с повышением эффективности, с заменой реконструкции систем освещения. На текущий момент в плане именно инвестиционных механизмов мы видим разные сектора, которые активно развиваются по разным формам. В государственном и муниципальном секторе это уличное, дорожное, внутридворовое освещение. Также наружное и внутреннее освещение различных социальных объектов начинают с организации сферы образования, здравоохранения, заканчивая несправительными колониями, федеральными образовательными объектами. В коммунальном хозяйстве тоже есть проекты, водоканалы, либо иные организации коммунального комплекса меняют освещение на своей территории. На квартирных домах есть много интересных проектов, связанных с заменой освещения в местах общего пользования, в том числе с использованием энергосервисных механизмов. Ну и, соответственно, частная сфера, промышленность, энергетика, транспорт и в том числе коммерческая недвижимость. Здесь также есть система наружного и внутреннего освещения, которая, по сути дела, модернизируется использованием инвестиционных механизмов со стороны потенциальных исполнителей. Такие схемы есть. На текущий момент именно в секторе публичном, там, где речь идет о взаимодействии частных инвесторов государства или частных инвесторов муниципальных образований, мы видим разные модели, которые могут быть использованы для реализации этих проектов. Опять же, сама модель – это, по сути дела, финансово-правой механизм, не отражает качество решения, которое будет реализовано, сроки окупаемости, эконом-класс будет, либо люксовые какие-то решения. Это только исключительно схема, которая позволяет сбалансировать интересы разных сторон, как заказчика-исполнителя, так и финансирующих организаций, если они в этих проектах участвуют. Из тех наиболее интересных и перспективных направлений, которые сейчас развиваются, это, безусловно, конституционное соглашение в сфере наружного освещения, в том числе с элементами энергосервиса, которые позволяют, по сути дела, делать комплексную реконструкцию, включая строительство новых систем, новых линий освещения, плюс учитывать разные возможности монетизации и вовлечения имущества уже в коммерческий оборот. Также пока еще не опробировано на практике, но есть интересные возможности, которые предвзматривает законодательство о государственном частном партнерстве, муниципальном частном партнерстве, более ориентированном в сторону частного инвестора и позволяющего сохранять как в течение срока действия соглашения, так и после его истечения объектов собственности инвестора. И продолжают развиваться достаточно интенсивными темпами нарастающие различные формы государственного частного взаимодействия или квази-ГЧП, как мы это называем, включая традиционный для нас, для нашей ассоциации энергосервис. Сейчас мы видим большой интерес к иным моделям, к государственному муниципальному сектору, таким как, например, лизинг, система освещения, различные проекты, связанные с жизненным циклом. И плюс, пока не опробированы на практике, но постоянно в нашей среде ведутся дискуссии о возможности потенциальной реализации проектов в виде сервисных контрактов, не энергосервисных, а сервисных, когда исполнитель, по сути дела, оказывает услугу освещения на территорию муниципального образования. Но это не концессия, а именно 44-й федеральный закон. Это классические формы, которые на текущий момент в той или иной стадии развития находятся. С точки зрения именно применимости, как я уже отметил, из всех возможных инвестиционных форм, договорных финансовых форм, на текущий момент не все применяются. Фактически применяются конституционные соглашения, соответственно, энергосервис и проекты, связанные с лизингом, контракты жизненного цикла. Остальные формы пока находятся в спящем режиме, но тем не менее, допустим, проекты, связанные с сервисом, с нашей точки зрения, имеют потенциал, если будут докручены в законодательстве и обязаны необходимой нормативной правовой базой. Кроме данных форм, которые наиболее, наверное, известны, есть также спики и офсетные контракты, которые могут быть интересны отдельным производителям. Допустим, офсетные контракты позволяют становиться единственным исполнителем, единственным поставщиком. В случае, если при реализации проекта его объем достигает определенных показателей с 44 февральным законом, тоже может быть интересным для светотехнической отрасли. Но в целом, каждый механизм, с нашей точки зрения, который применяется на практике, он обладает своими плюсами, своими преимуществами и недостатками, может быть, в определенных условиях реализован. С нашей стороны, мы специально готовили аналитику по конституционным соглашениям, мы ориентируем и наших членов, чтобы они смотрели в эту сторону, потому что, с точки зрения качества, интересов муниципальных образований, они позволяют в ряде случаев, где условия позволяют, они дают возможность реализации более интересных, более комплексных проектов. Но, тем не менее, практика показывает, что далеко не во всех муниципальных образованиях, муниципалитетах эти проекты могут быть реализованы. Речь идет только о об уличном освещении, то есть освещении на населенных пунктах. И, на самом деле, один из ключевых проблемных аспектов реализации, возможности реализации конституционных соглашений, это правовой статус имущества, в котором находятся соответствующие объекты освещения. Если объекты освещения находятся в собственности частных субъектов, сетевых организаций, иных хозяйствующих субъектов, возникает объективная сложность в реализации таких проектов. И иногда, иногда, некоторым городам мы рекомендуем рассмотреть возможность комбинированной реализации на отдельных светоточках, на отдельных плачтах реализовывать энергосервис, на отдельных реализовывать концессию. Это тоже на текущий момент недопустимо. У энергосервиса также есть свои ограничения, и, безусловно, традиционно энергосервис реализуется на светильниках округового класса, невозможно за счет энергосервиса покрыть существенный недосвет и в случае, когда необходимо строительство новых линий освещения. Есть объективные вопросы относительно возможности применения при реализации энергосервисных проектов IT-технологий или дополнительного оборудования, которое непосредственно не связано с энергосбережением, но, тем не менее, повышает управляемость проекта и какие-то иные аспекты улучшают. Мы имеем противоречивую практику на текущий момент антипенопольные органы в этой области, но, тем не менее, энергосервис достойно занял свое место в практике. С точки зрения иных механизмов, которые на текущий момент применяются, контракты жизненного цикла, есть практика в автодорожной сфере по системе освещения и достаточно серьезный большой контракт в Нижнем Тагиле, который был заключен в 2014 году, до сих пор реализуется. По-разному со стороны рынка и со стороны участников реализации этого проекта к этому проекту относятся. Сейчас не буду обсуждать саму специфику этого проекта, отмечу, что контракты жизненного цикла, с моей точки зрения, владают значительно меньшей гибкостью и наработкой, чем те же самые энергосервисы и концессия. Есть объективные ограничения, которые не позволяют хеджировать резки для инвестора, допустим, в связи с волатильностью курса валют и так далее. В концессии этот механизм отработан через институт особых обстоятельств, институт расторжения, прекращения. К сожалению, в КЖЦ пока эти механизмы отсутствуют. Что касается частной сферы, то здесь мы видим тенденцию, связанную с тем, что проекты реализуются на крупных промышленных предприятиях в основном через механизмы договоров о поставке с монтажом либо поставки с шеф-монтажом с рассрочкой оплаты. Это связано с тем, что энергосервисы или какие-то договоры услуг искажают баланс, и некоторые компании отчитываются по МСФО, и это для них критично. Соответственно, договоры о поставке с монтажом, они позволяют эти риски хеджировать, одновременно, если рассрочка пятилетней, уже на текущий момент есть в банковской среде отработанные механизмы их рефинансирования, которые, на самом деле, применяются достаточно эффективно и широко. С точки зрения общего анализа того, что произошло за прошлый год, в начале года мы делали предварительную статистику, она на самом деле по энергосервису была печальная. Сейчас мы уточнили данные, на самом деле, рынок вырос по сравнению с прошлым годом, имеется в виду количество заключенных энергосервисных контрактов как в системах освещения, так и в остальных отраслях. Кроме того, мы наблюдаем, ну, то есть, он вырос вне зависимости от ковида, вне зависимости от того, что были введены требования по импортозамещению, тем не менее, все равно количество контрактов оказалось больше в абсолютном выражении и в основном выражении. Кроме того, мы видим существенный крен в энергосервисном бизнесе в сторону освещения. Опять же, это несмотря на то, что появляются крупные проекты в генерации автономной, допустим, замены дизельной генерации на солнце, дизель, или там установки, ну, допустим, сейчас по Минобороны идет, продолжается компания по модернизации котельного оборудования, тоже крупный проект. Вот, несмотря на это, все равно освещение, оно потихонечку, потихонечку, ну, доминирует в сфере энергосервиса. Причем, это разные проекты, как я уже отметил, и уличное, и наружное, внутреннее освещение, и комплексные проекты. С точки зрения, допустим, просто если даже сравнить объем, то количество контрактов, которые были реализованы с 2011 по 2018 год, в общей совокупности, до 100 миллионов рублей, оно по своему объему сопоставимо с тем, что было реализовано в прошлом году. То есть, рынок растет в геометрической прогрессии, допустим, даже если сравнивать показатели с 2019 годом, то у нас по контрактам свыше 100 миллионов было определенное проседание, опять же, это из-за большого количества обжалований, но мы полагаем, что эти проекты будут перенесены и реализованы в любом случае либо в этом году, либо в следующем году в виде конституционных соглашений, либо энергосервисных договоров. Но по контрактам до 100 миллионов рублей мы видим просто экспоненциальный рост по отношению к 2019 году. С точки зрения того, что планируется с нашей стороны, делается, вот есть у нас базовые нормативные правоакты, не считая актов в области импортозамещения, мы над ними перманентно работаем, есть уже инициатива, которая находится на этапе межведомственного согласования и в ближайшее время будут внесены в правительство, в том числе изменения 636-го постановления правительства, также у нас уже готовые изменения в 44-й федеральный закон и предложения есть по совершенствованию правил оценки заявок для того, чтобы сбалансировать как раз требования, которые на текущий момент с нашей точки зрения вводят в заблуждение заказчика и потенциальных участников, создают дисбаланс. И вот на первом месте стоит бюджетный кодекс, у нас одна из ключевых задач нашей ассоциации это развитие инструментов финансирования совместно с банковским сообществом, я рад, что сегодня здесь также присутствуют представители с Банфактуринг, наш партнер. Мы считаем, что есть определенная потребность, необходимость совершенствования бюджетного законодательства в части механизмов уступки прав требований для того, чтобы можно было непосредственно работать, получать платежи от дебитора, то есть от заказчиков, а не через многосердственные компании. Также отмечу, рынок фактуринга развивается, даже с начала года мы получили еще несколько новых фактуринговых организаций, которые на этот рынок уходят, и опять же они работают в разных областях, в бюджетном секторе, так и в небюджетном секторе, то есть в частной промышленности, в коммерческой сфере, что на самом деле позволяет реализовать больше контрактов на более выгодных условий. И в завершение отмечу, что есть определенная тенденция, связанная с развитием цифровых технологий, по сути дела интеграция зеленой экономики и цифровой экономики, она в том числе проявляется и в энергосервисе, и в концессии. В концессии, например, возможно реализация проекта одновременная установка системы умного города, в том числе сейчас есть все законодательные возможности для реализации концессии соглашения ГЧП в сфере информационных технологий на уровне субъектов Российской Федерации либо федеральном уровне, что, собственно, дает дополнительные инструменты для реализации этих проектов. А уже если смотреть саму специфику проектов, то мы видим уже большое количество IT-решений, которые позволяют и, по сути дела, автоматизировать инвестиционный аудит, который делают торговеседственные компании, и управление системой освещения, интеграция этого управления с другими системами, что, безусловно, повышает скорость подготовки проектов и качество их непосредственной реализации. И важный элемент вот этой концепции СК-2.0, которая сейчас есть во всем мире, то есть она как раз связана с срачиваемой цифровой технологии энергосервиса, это участие третьей независимой страны, которая в случае возникновения каких-то споров, конфликтов позволяет подтвердить достигнутые результаты либо по качеству реализованных решений, либо по достигнутой экономии. Со своей стороны, мы такое действие начали, как на площадке РАЭСКО, в том числе для не наших членов, например, так и на базе российского энергетического агентства. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Викторович, за такой обширный рассказ и анализ развития рынка в течение довольно длительного периода времени, с таким глубоким бэкграундом, за большой исторический период. Вы сделали акценты в принципе на перспективах развития и некоторых областях развития по каждому из направлений. И думаю, что главным в значительной степени будет все равно выступать тема даже не энергосбережения, главным узловым моментом, даже не энергосбережения, а тема привлечения фондирования в такого рода проекты, и сегодня в значительной степени это является сбоем в развитии, и та геометрическая прогрессия, которую мы наблюдали, она тем не менее вмещалась внутри в целом оборотных средств, которые, либо ковенант по оборотным средствам, которые существовали в этой отрасли, но сегодня это уже достигло своего предела, и вы очень хорошо подчеркнули, что необходимо реформировать законодательство, вы сказали о бюджетном законодательстве, я бы добавил еще и законодательство гражданское, это и, в первую очередь, гражданский кодекс, а также банковское законодательство, и расшивка узелков для того, чтобы привлечь бизнес-фондирование, банковское фондирование в эту сферу, кроме этого, чтобы наконец создать обращение зеленых облигаций и вообще выпуск какой-то эмиссию каких-то бумаг и обращения на рынок, которое позволяло бы развивать инфраструктуру и ее модернизировать. И это наша еще предстоящая задача, которую необходимо решать, конечно же, и с правительством Российской Федерации, ну и в целом отрасли, включая и все общественные организации, институты отрасли. И очень хорошо, что вы на это обратили внимание, и в этой связи я хочу попросить переформатировать выступающих и попросить выступить Людмилу Игоревну Нестерову, генерального директора строй-кредит факторинга, которая у нас участвует сегодня в круглом столе. в общем, я заострил внимание именно на нашем интересе к вам, ну и соответственно хочу передать вам слово. спасибо. Добрый день. На самом деле нам очень приятно, что появился некий интерес к банку с точки зрения финансирования возможных контрактов энергосервисных. Единственное, сделаю маленькую ремарочку. На самом деле наша факторинговая компания называется Совкомфакторинг. Мы являемся стопроцентной дочкой Совкомбанка. сейчас это уже достаточно известный банк, который входит в десятку крупнейших системообразующих банков. И мы, соответственно, являемся его факторинговой компанией, которая очень давно на рынке уже присутствует и работает. А можно мне еще вот этот пультик прислала? Вам можно все. Я, наверное, еще скажу небольшую, тоже сделаю ремарку, связанную с тем, что мы как-то очень внезапно лениться в участии в этой конференции, поэтому, к сожалению, наша презентация, она изначально была немножко подготовлена как бы с другой целью. Мы рассказывали просто о том, собственно, как энергосервисная компания может привлечь, скажем так, факторинговое финансирование, какие основные требования со стороны банка или факторинговой компании могут быть. И, наверное, вокруг этой темы мы сейчас и пойдем. Чем, наверное, мы можем быть для вас интересны? Вероятно, скорее всего, самая интересная тема, она связана с тем, что на текущий момент мы уже профинансировали около пяти энергосервисных контрактов. Начали мы этой сферой деятельности заниматься где-то, наверное, год назад. Потихонечку мы как бы продвигались, смотрели, какие возможные проблемы, как можно закрыть риски для банка или факторинговой компании. Самое главное не потерять клиента и все-таки предложить ему ровно то финансирование, которое ему необходимо для реализации проекта. Поэтому, возвращаясь к нашей небольшой презентации, первый слайд посвящен тому, что мы отвечаем на самые основные вопросы, собственно, когда нужен этот факторинг. К сожалению, в отличие от кредита, нужно понимать, что у факторинга есть одна очень важная часть. Факторинг может принимать участие в процессе только тогда, когда контракт уже, фактически, работы уже выполнены. То есть, те риски на реализацию проекта, которые, безусловно, тоже возникают, чтобы провести вот эту необходимую модернизацию, установить необходимые светильные оборудования и прочее, вот здесь еще нет той стадии, на которой мы можем начать финансирование. То есть, для нас очень важным моментом является тот, что работы уже завершены, акты, на самом деле, уже подписаны. Мы понимаем, что все-таки вот этот необходимый уровень этой экономии, по крайней мере, в текущем моменте достигнут, и вот только тогда мы можем начинать финансировать этот контракт. Поэтому, если у энергосервисной компании есть необходимость привлечь сначала какие-то средства для того, чтобы закупить то оборудование, которое оно будет ставить, то вот здесь факторинг, к сожалению, работает плохо. Он должен работать вместе с какими-то другими продуктами, либо кредитованием, либо какими-то, я не знаю, другими инвестиционными вариантами, может быть, даже с лизингом. Но факторинг наступает ровно в тот момент, когда контракт все-таки уже выполнен, когда оборудование уже спонтировано и сделано. Этапы факторинга финансирования энергосервисного договора, я так понимаю, что наша презентация, она потом будет предоставлена участникам. Поэтому я, наверное, тогда не буду очень подробно ходить по этой теме, но, собственно, это вот ровно о том, о чем я и говорила, что сначала все-таки должен быть подписан контракт, а потом уже можно говорить о том, что мы будем переходить к финансированию. Как работает факторинг? Стандартная совершенно небольшая схема, она показывает, как идут документы и, самое главное, как идут денежные средства. Вот главным комментарием к этой схеме я, наверное, сделаю следующее. Вот смотрите, когда происходит подписание генерального договора факторинга, мы с вами уже проговорили тот факт, что да, уже контракт, ну, как бы оборудование установлено, акты подписаны, началось уже непосредственно сбор уже информации, да, и достижение вот этой экономии так называемой. Соответственно, мы можем запараллелить два процесса. То есть вот сейчас мы стали пытаться делать такие проекты, когда приходит компания, которая говорит, я планирую принять участие в определенном проекте энергосервисном. Сможете ли вы, если я выиграю этот проект, установлю необходимое оборудование, подпишу соответствующие шахты, сможете ли вы, соответственно, меня профинансировать? Поэтому мы можем как бы запараллелить два процесса, да, мы можем внутри факторинговой компании банка предварительно установить лимит, чтобы участник энергосервисного процесса потом понимал, что, да, этот контракт будет профинансирован после того, как он его выполнит и предоставит нам необходимые документы. Может быть, другая история, когда контракт, собственно, уже исполнен, и к нам приходит энергосервисная компания, которая уже обладает информацией, и самое главное, подписанными актами, и даже уже платежами, то есть уже прошло три, четыре, пять платежей от заказчика, но так как эти энергосервисные контракты все очень длинные, соответственно, нам этот энергосервисный контракт можно переуступить на любом этапе, да, может уже пройти год, как исполняется этот контракт, два, три, потому что сейчас мы уже берем энергосервисные контракты со сроком исполнения до семи лет. Соответственно, вот эта долгосрочная задолженность, которая у вас есть, она может быть переуступлена факторинговой компанией, тем самым у вас будет появляться возможность пополнить свои оборотные средства. Параметры финансирования. Ну, я уже сказала о том, что вот на текущий момент факторинговая компания берет энергосервисные контракты сроком до семи лет. Мы побаиваемся брать более долгосрочные, скажем так, контракты, и вот эти семь лет очень сложно у нас проходили. Первоначально мы начинали говорить о контрактах там трех-пятилетних, но потом стало понятно, что нет практически таких контрактов, что если мы хотим работать с этой тематикой, то сроки в любом случае надо увеличивать. Вот сейчас мы берем контракты до семи лет, сумма финансирования абсолютно разнообразная от десяти миллионов до миллиарда. Если обращаться к нашей практике реализации, то я могу сказать, что у нас есть профинансированные контракты, у которых там общая сумма порядка там двухсот-двухсот пятидесяти миллионов рублей, а есть небольшие контракты, когда к нам приходят энергосервисные компании, которые уступают нам контракты там. Вот мы тут пишем от десяти миллионов, но у нас даже есть контракт, по-моему, от шести. То есть, соответственно, для нас просто важно, собственно, в чем состоит сам контракт, насколько, ну, мы понимаем, что экономия будет достигнута, и какие возможны риски, и, безусловно, очень важным параметром для нас является сама энергосервисная компания, потому что все-таки мы вынуждены этот, ну, как бы, риск рассматривать именно на нее, и вот, наверное, о тех подходах, которые мы, собственно, предъявляем к этой компании, я вот скажу немножечко позже. Что-то там у меня требования к энергосервисному контракту, ну, давайте сначала про компанию поговорим. Вот, собственно, сама компания, которая к нам пришла, и которая хочет получить финансирование. Для нас очень важно, чтобы компания существовала не менее года, да, ну, это стандартные требования банка на самом деле. Опыт успешного выполнения энергосберегающих мероприятий у нее должен быть как минимум по трем энергосервисным контрактам. Тоже для нас очень важный момент, потому что мы должны понимать, что этот бизнес надолго, что вот та энергосервисная компания, которой мы фактически выдали денежные средства, да, что она будет существовать на рынке, и, как сказать, цикл, ее жизненного цикла хватит для того, чтобы этот энергосервисный контракт выполнить полностью. В каком моменте для нас это важно? А для нас это важно, на самом деле, чтобы энергосервисная компания ежемесячно там или ежеквартально подписывала необходимые акты с заказчиком, потому что только на основании этого акта, собственно, у нас появляется основание получить от заказчика платежи. Поэтому для нас очень важно, чтобы компания существовала весь срок своего контракта, чтобы она регулярно его обслуживала, подписывала акты, и только тогда у нас будет основание получать уже платежи, которые идут в погашение, да, тех денежных требований, которые мы профинансировали. Отсюда же возникает то самое требование, что клиент не должен, та самая энергосервисная компания не должна находиться в процессе реорганизации банкротства, ну, собственно, что она не будет закрыта, да, это та же самая история. И основные стоп-факторы, вот, к которым мы тоже пришли в процессе своей работы. к сожалению, очень частая история, когда идет запрет на переуступку прав требования. В основном, конечно, это связано с 4-м федеральным законом, но и некоторые другие, к сожалению, государственные структуры, они запрещают переуступать требования к себе, и более того, не переуступать, ну, как бы, отказываются переставлять эквизиты. Я, наверное, немножко подробнее об этом скажу. С точки зрения факторинга происходит какой механизм? Идет переуступка денежных требований, да, соответственно, дебитор, у кого, собственно, появились эти денежные требования, да, и который раньше платил непосредственно на расчетный счет энергосервисной компании, после такой переуступки должен переставить реквизиты и платить уже не энергосервисной компании, а платить факторинговой компании, да, или банком, который, собственно, и купил этот денежный контракт. И вот здесь возникает самая главная проблема, в частности, например, там с УФСИНами, которые с удовольствием меняют освещение, но переставлять реквизиты категорически отказываются. Насколько эта проблема неразрешима? На текущий момент мы нашли некоторые варианты, которые позволяют нам все равно работать с такими энергосервисными компаниями, для которых, скажем так, заказчик отказался переставить реквизиты. Это так называемая система сейчас номинальных счетов. Когда мы предлагаем энергосервисные компании открыть номинальный счет в софткомбанке, и для дебитора, фактически, да, ну, для какой-то государственной крупной структуры, которая категорически отказывается переставлять реквизиты, по большому счету ничего не меняется. Она видит тот же самый расчетный счет, той же самой энергосервисной компании, с которой у нее был заключен контракт, и, собственно, произошел весь процесс. Что меняется для энергосервисной компании? Для нее есть нюанс. Она к этому расчетному дополнительному счету, который она открыла в банке, она заключает дополнительное соглашение, согласно которому, скажем так, денежными средствами, которые будут попадать на этот расчетный счет, она не может сама распоряжаться, потому что бенефициаром этого счета является непосредственно банк или факторинговая компания. Зачем это нужно факторинговой компании? Очень просто. Вот те платежи, которые придут от основного дебютора, они не должны уйти в другом направлении, они должны быть, собственно, отданы или возвращены факторинговой компании, которая этот контракт уже, собственно, купила. Поэтому номинальный счет является определенным таким вариантом разрешения этой проблемы, но, к сожалению, он не снимает основного риска, связанного с энергосервисной компанией. Все равно энергосервисная компания должна просуществовать, весь этот период, в течение которого будет идти этот энергосервисный контракт. Она не должна быть в стадии, как я уже говорила, либо предбанкротства, либо какого-то там крупного конкурсного производства, иначе с ее счетов все будет списано, и ни факторинговая компания, ни банку ничего не достанется. Хотя, собственно, денежные средства тоже, скажем так, именно этой факторинговой компании, она же профинансировала контракт. Ну, вот отсюда и возникает вот этот профиль энергосервисной компании. Что мы сейчас видим на практике, к сожалению. На практике мы видим ситуацию, когда энергосервисные компании, которые к нам приходят за получением финансирования, финансово, к сожалению, не очень крепкие и стабильные, да, и здесь, наверное, может быть, в том числе, там, как-то с помощью сообщества или законодательного какого-то уровня надо как-то подкрепить эти энергосервисные компании, либо, я не знаю, должны быть какие-то специальные там гарантии, которые должно давать для государства или к сообществу, потому что в чистом виде очень сложно брать риск на энергосервисные компании и для факторингов компании, и для банков. Во-первых, длинные контракты, во-вторых, не очень хорошее финансовое состояние, которое делает невозможным привлечение вот такого там или банковского, или факторингового финансирования, или в очень сложном. Соответственно, очень сложно идти с крупные проекты, если банки еще там компании готовы как-то порисковать и поиграть небольшими, как они говорят, суммами, то, например, крупные контракты без дополнительного обеспечения, которые очень редко бывают в энергосервисных компаниях, они в эти крупные контракты не пойдут, очень высок риск. По поводу требований к энергосервисному контракту, я, наверное, вернусь к этому разговору, потому что я не пропустила этот слайд. Ну, понятно, что должны быть определены срок и сумма контракта, определенный начальный и конечный срок достижения предусмотренного контрактом размера экономии, указанный порядок и алгоритм определения фактической экономии энергетического ресурса. Но я так думаю, что на самом деле это не только для факторинговой компании важно, это в любом случае параметры, которые должны быть в правильном энергосервисном контракте. Просто факторинговая компания, она каким образом рассуждает? Она должна понять, какой объем финансирования она может выдать энергосервисной компанией. Для этого она должна понимать, о каком размере экономии будет идти речь и на какие ежемесячные платежи со стороны дебитора или заказчика, что является одно и то же, в терминах, она может рассчитывать и, соответственно, какой размер финансирования она может на начальном этапе своему поставщику предложить или клиенту. И вот от этого это очень сильно зависит от тех параметров, которые заложены в энергосервисном контракте. Возможные структуры платежей. Тоже очень интересная история, которая появилась у нас уже, исходя из опыта общения с энергосервисными контрактами. Первоначально мы предполагали, что, в принципе, как и в любом классическом факторинговом продукте, идет переуступка задолженности, дальше дебитор, да, или заказчик стопроцентный платежей свои платит, факторинговая компания радостно этот стопроцентный платеж забирает. Дальше она из этого платежа забирает свою комиссию, ну и забирает ту сумму финансирования, собственно, которую она выдала. С чем мы столкнулись в энергосервисных контрактах? А мы столкнулись с очень интересной ситуацией, что если мы заберем весь стопроцентный платеж, то очень многие энергосервисные компании говорят о том, что нам жить-то, собственно, не на что будет. Поэтому факторинговая компания пришла к тому, так называемый номер 2, вот который вы видите. Когда определенный объем платежа все-таки факторинговая компания ежемесячно будет забирать, ну а хотя бы там 25-30 процентов она будет отдавать энергосервисной компании для поддержания ее текущей деятельности и обслуживания того контракта, собственно, который был подписан и заключен. Вот. Поэтому, в принципе, возможно, два варианта, как я уже сказала. Вариант 1, который вот представлен вашему вниманию, да, и вариант 2. Ну вот по практике поняли, что вариант 2 гораздо более частно востребован. Документы для экспресс-анализа. Я не буду сейчас их все перечислять, они указаны, собственно, в нашем как бы файле. Я просто скажу о том, что вот если вы помните, я в самом начале нашего разговора говорила о том, что эти процессы мы можем проводить параллельно. Соответственно, вы можете изначально закинуть нам определенный объем документов, да, мы можем его посмотреть и принципиально сказать, насколько мы потенциально готовы работать с той или другой энергосервисной компанией. А дальше уже энергосервисная компания, вероятно, будет для себя сама принимать решение вступать или нет в тот или иной сервисный контракт. А может быть, она уже его заключила и ищет просто потенциального партнера для финансирования. Поэтому вот документы для экспресс-анализа сделаны минимальные. И, в принципе, мы достаточно быстро принимаем такие решения по таким контрактам. Ну, то есть, я не знаю, но, наверное, в течение двух-трех недель мы однозначно можем сказать, пойдем мы в этот проект или нет. Ну, собственно, наверное, это и все, о чем я хотела сказать. Старая компания, давно занимаемся факторингом. Тут указан наш непосредственный начальник управления сопровождения и развития факторинга, к которому можно обращаться. Там есть телефоны, почта, присылайте информацию, мы с удовольствием с вами свяжемся и начнем конкретно тогда обсуждать, где мы можем для вас быть полезны и интересны. Ну, собственно, вы для нас. Большое вам спасибо за внимание. Спасибо, Людмила Игоревна. Я думаю, что материалы все будут, наверное, на сайте, во-первых, размещены, поэтому все смогут с ними ознакомиться. И, безусловно, ваше выступление очень важно для всех, интересно. Вы рассказали о факторинговых сегодня существующих схемах и проблемах по энергосервисным контрактам, не по всем государственным частным партнерством, механизмам, а только по энергосервисным контрактам. понятно, что вы имеете опыт именно в отношениях с энергосервисными компаниями. Да, мы работаем именно с энергосервисными Но на самом деле инструментов гораздо больше. И, конечно, ведь классический факторинг в данном случае это факторинг не под какие-то другие виды залогов, а под залог контракта, который обеспечен платежами. Под залог денежного требования, под залог контракта обеспеченного денежные платежи. Мы не можем участвовать в инвестиционной фазе. Все правильно. Вот я сейчас именно про эту сторону и говорю. Поэтому вот все проблемы, которые вы описывали в данном случае, они действительно являются проблемами, когда энергосервисный контракт выполнен, подтвержден достигнутой экономией и несколькими уже платежами, что они осуществляются ровно в том объеме, который покрывает. Что был вернее сначально рассчитывали. Совершенно верно. В результате вы тогда можете четко увидеть риски свои банковские и их посчитать. По классике, вообще говоря, государство частного партнерства и других схем государства частного партнерства, ну, например, той же концессии, финансовый институт является третьим участником и партнером таким же у потенциального концессионера, который обладает, по сути дела, равной степенью участия в составлении концессионного соглашения, поскольку именно финансовый партнер составляет финансовую модель и участвует в ее защите, потому что концессионерам роль классическая, это техническое наполнение, содержательное наполнение концессионного соглашения, а финансовая модель и финансовый обсчет, это финансовый партнер. И в этой части, если говорить о факторе, а это тоже факторе аккредитования, ровно такое же. И если вы посмотрите еще добрым взглядом в сторону концессионных соглашений, я понимаю ваши ограничения, которые вы сделали в отношении семи лет. На концессионные соглашения эти ограничения ложатся плохо, потому что там начинается история от десяти и выше лет. Но если вы посмотрите в эту сторону, то вы таким образом увидите с одной стороны, насколько меньше там вот тех рисков, которыми вы сталкиваетесь, с другой стороны, насколько этот рынок увеличит объемы финансирования со стороны именно факторингового финансирования со стороны финансовых институтов. Поэтому я это высказал в качестве пожелания к финансовым институтам, не только к вам. И должен сказать, что в отличие от совком факторинга, сам совком банк в этом направлении движения начал. И уж кому, кому, а уж совком факторингу в первую очередь имеет смысл конечно в этом тоже поучаствовать. Поэтому если вы на эту тему подумаете, то наверняка среди участников сегодняшнего мероприятия найдете много потенциальных клиентов, которых сможете привлечь на свою сторону и в свой банк. Спасибо. Хотел бы передать слово Аникину Алексею Петровичу, генеральному директору компании световые технологии ЭСКО. Пожалуйста, Алексей Петрович. Уважаемые коллеги, добрый день. Чрезвычайно рад вас видеть. Действительно, по прошлому году засиделись мы в онлайн совещаниях. Уже настолько привычная история смотреть в экран компьютера, общаясь с людьми, что совершенно какие-то новые эмоции испытываю сегодня, как раз общаясь очно. Большое спасибо организаторам за возможность поделиться, выступить. Большое спасибо за модерацию. Вы знаете, хочется поговорить с вами словами опытного человека, эксперта о том, об энергоэффективном освещении и инвестициях, которые сейчас в это направление есть. Вы знаете, многие ждут определенного дерби, потому что в марте, я думаю, со многими из вас мы тоже собирались, правда, онлайн. Также звучала тема концессии или энергосервис. Я скорее не соглашусь концессия или энергосервис. Здесь не предмет выбора, а предмет разбирательств в части того, что хочет заказчик. И вы знаете, как мы обсуждали это в марте, пока идет так называемый конкурентный спор энергосервис или концессии, страдают те самые бабушки, которым свет необходим в первую очередь. Поэтому безусловно и тот и тот вид инвестиционных механизмов он важен. Но в дополнение хотелось бы сказать, что очень много сделано, большое спасибо Алексею Викторовичу за подробный отчет относительно 2020 года. Это очень полезная история. Мы видим, что по 2020 году только в части энергосервиса в наружном освещении относительно 2019 года значительный рост наблюдается. Это уже более 5,5 миллиардов. Я отметил себе реализованных контрактов по 2020 году. Я думаю, уже сложилась отличная практика. С утра прочитав свежие новости от замечательного энергетического портала. В этом году энергосервисом вообще 10 лет исполняется. И за 10 лет уже много сделано. И поверьте, как человек, у которого опыт в энергосервисе уже более половины самого срока самого первого энергосервисного контракта, я бы хотел вам признаться в любви, знаете, в любви к светотехнике. Потому что я очень люблю светотехнику и как следствие энергосервис или концессия это то, что может замечательно ее продвинуть. Относительно того, какая поддержка сейчас происходит по реализуемым контрактам, безусловно, это и нормативное регулирование, это то, о чем говорил первый спикер, это и постановление, и регулирование относительно определения продукции российского производства, это тоже очень нам помогает. Я бы хотел поспорить с одним и вот поддержать спикера предыдущего, Людмила Игоревна, что работать надо не только в части нормативки, а еще и в части финансовых инструментов, которые сделают более доступными реализацию этих контрактов. Например, действительно очень хороший механизм факторинга. Желательно бы рассматривать этот факторинг так называемой револьверной схемой, когда инвестиционный партнер кредитует энергосервисную компанию и после этого реализует факторинговые механизмы. Мы этого очень ждем, это очень необходимо. Отдельно хотелось бы сказать относительно большого накопленного опыта за эти 10 лет. Как не отметить лучшие практики, например, в каждом деле. Я считаю, что сложившийся пул участников рынка подтверждает уже и качество, и надежность исполнения контрактов. Как вы знаете, самый крупнейший контракт в части энергосервиса, это город Нижний Новгород сейчас преображается. Есть очень много контрактов уже в части энергосервиса 2.0. Это цифровизация, это города Курск, Иваново, Смоленск, например, исходя из больших региональных центров. Почему бы не посмотреть на их опыт, на их практику, как они работают с заказчиком, который прошел конкурсные процедуры, и ему посчастливилось стать исполнителем этих контрактов. Поэтому обратите на это внимание, это как такой экспертный призыв. в заключении хочется сказать, что помимо того, что все активно развивается, необходимо и разбирать какие-то отрицательные моменты в части инвестиционных механизмов. Это там, где контракты были по тем или иным причинам расторгнуты, это там, где есть спорные практики, где существуют определенные судебные разбирательства, потому что несмотря на 10 лет рынок инвестиций в светотехнику достаточно молодой. Ну и в заключении, еще раз подчеркну экспертно, хочу сказать, что любой механизм инвестиций в части модернизации освещения важен, полезен, ну а если это еще касается любимого дела освещения, то это вдвойне приятнее. Спасибо большое. Спасибо, Алексей Петрович. Я должен вас поблагодарить, во-первых, за краткость, потому что мы из регламента выбились уже, во-вторых, за заботу о бабушках, которые нуждаются в освещениях, и в-третьих, за вашу любовь к светотехнике, в которой вы признались. И передать дальше слово Александру Владимировичу Алексашкину, директору регионального центра энергосбережения и нормативов Новгородской области. Пожалуйста, Александр Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня сегодня попросили поделиться опытом Новгородской области модернизации уличного освещения с использованием такого механизма, как договор финансовой аренды или лизинга. Ну и вначале я хотел бы рассказать о предпосылках заключения такого договора. Дело в том, что на территории области в последнее время в бюджетной сфере в основном все мероприятия по энергосбережению реализуются в рамках каких-то приоритетных проектов. То есть мы в рамках проекта устанавливали и модемы, приборы учета, узлы погодного регулирования, в настоящее время реализуется один из проектов такой, как качественное уличное освещение городов. В рамках этого проекта мы предполагаем установить современные светодиодные светильники, хотя бы с минимальной автоматизацией во всех городах Новгородской области. Их не так уж много, 10 городов в трех уже использовались светодиоды. до реализации проекта в семи мы устанавливаем в рамках проекта. При этом в проекте не указывается, какой именно механизм будут использовать органы местного самоправления, то есть энергосервис, концессия, контракт жизненного цикла, простой договор или лизинг. То есть это право выбора органов местного самоправления. из семи городов два пошли по пути договора подрядно. Ну, просто органы местного управления в городах были деньги на эти цели, они самостоятельно заключили договоры о модернизировании освещения и уже в настоящее время траты на уличное освещение сократились минимум на 50%. Четыре города прошли по самому распространенному пути, заключили энергосервисные договоры и осенью планируется уже выполнить все работы. Один город, это Маловиша, они выбрали такой механизм как лизинг. При этом выбрали его не сразу, два раза они пытались объявить конкурс на энергосервис, были обращены в ФАС, в суды, штрафные санкции, и поэтому они были вынуждены выбирать иной способ. Я здесь, коллеги, хотел бы обратить ваше внимание, что у нас органы местного самоуправления, они крайне замотивированы в реализации мероприятий региональных проектов, в данном случае в проекте качественного личного освещения городов. Дело в том, что целевые показатели проектов мы включаем в перечень обязательств муниципальных образований. Сейчас поясню, что это такое. У нас в области все муниципальные районы, включая городской округ, они получают из бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в рамках которых заключают соглашения и берут на себя ряд обязательств. Все эти обязательства направлены на социально-экономическое развитие районов, то есть на здравление муниципальных финансов. И вот в эти соглашения мы включаем свои показатели. В данном случае маловисший был включен показатель как модернизация уличного освещения. Так, ну, я вот на данном слайде останавливаться не буду, я думаю, уважаемый публик знакомо, что такое лизинг и договор финансовой аренды. Я, наверное, перейду сразу же к следующему слайду. Это непосредственно каким образом у нас был реализован такой договор финансовой аренды. Заключили данные договорные 29 апреля этого года. Победителем электронного аукциона стало ООО ЛЕТЭНЕРГО, то есть лизингодатели. В рамках данного договора лизингодатели должны провести, и они это уже сделали, полный аудит системы наружного освещения города Маловишево, по результатам которого составили электронную карту города с указанием на ней светильников, мощности необходимой. Предоставили 1613 светильников различной мощности в зависимости от того, где этот светильник будет применяться. Осуществляют монтаж всей системы наладку, включая систему деммирования, то есть полностью вводят наружную систему освещения в эксплуатацию и формируют обменный фонд светильников. При этом обменный фонд светильников должен стоять не менее чем от 1% каждого типа светильников, а их всего было 3 типа светильников. После того, когда работы будут введены в эксплуатацию, то есть светильники вводятся в эксплуатацию, дальнейшее обслуживание техническое и эксплуатацию осуществляет уже визингополучатель в лице администрации Маловишевского муниципального района. В случае выхода из строя светильников используется соответственно резервный фонд, который обеспечивал обеспечивает лизингодатель. Срок такого договора составляет 7 лет. По истечении договора лизинга светильники переходят в собственность лизингополучателя, то есть администрация. В настоящее время могу сказать, что работы уже выполнены более чем на 80%. Администрация Маловишевского муниципального района претензий каких-либо к лизингодателю не имеет работы довольны. Вот мы со своей стороны считаем, что договор лизинга является одним из инструментов, который можно достаточно эффективно использовать для модернизации не только уличного освещения, но и решения каких-то иных энергоэффективных задач. Наряду как и концессия, контракт жизненного цикла, ну и энергосилизм, конечно. Спасибо за внимание. У меня все, если есть какие-то вопросы, постараюсь ответить. спасибо, Александр Владимирович. Очень хорошо, что вы застрели наше внимание на такой форме, хотя у Алексея Викторовича в общем объемном докладе было сказано про эту форму взаимодействия лизинговые контракты. И сегодня целый ряд лизинговых финансовых институтов и в том числе Сберлизинг свое внимание в этом направлении также сосредоточил, поэтому наверняка у этого инструмента безусловно есть свое будущее. и конечно есть свои ограничения по этому инструменту. Это опять же срок предоставления лизинга. Как правило он сегодня ограничивается четырьмя годами, но могут быть исключения. Ну и надеюсь финансовые институты со временем этот срок начнут увеличивать, что позволит расширить сферу применения лизингового инструмента в целом, ну и в частности для светотехнического ВНК. Хочу предоставить теперь слово Дмитрию Михайловичу Ходореву, руководителю департамента продвижения технической поддержки корпорации БОС Лайтинг Групп. Как раз Алексей Петрович Аникин упоминал крупнейший контракт в области энергосервиса наружного освещения Нижнего Новгорода. Он успешно сейчас как раз завершается компанией БОС Лайтинг Групп. Пожалуйста, Дмитрий Михайлович. Георгий Валентинович, благодарю. Уважаемые коллеги, приветствую. Я бы хотел увязать те, ну как бы доклад в части механизмов финансирования, да, замены осветительных установок с фактическим состоянием осветительных установок в нашей стране сегодня. Да, то есть, если кратко характеризовать, какое актуальное состояние системы освещения в России сегодня. Ну, первое, да, вот, можно сказать, что низкий уровень освещенности сегодня в среднем в российских городах, это прозвучит немножко странно, потому что, казалось бы, происходит постоянно замена осветительных установок. Вот, это объясняется такими факторами, как урбанизация, увеличение населения, которое сильно изменилось за последние 15 лет, уплотнение, ускорение в среднем транспортных потоков, что влияет на изменение светотехнических норм. Выходят новые САНПИНы, выходят новые ГОСТы, изменяются требования по индексу цветопередачи, световой температуре, выходит постановление правительства, и все это оказывает влияние на актуальность текущего парка осветительных приборов. В целом, парк осветительных приборов вот с прошлого века, это в основном ламповые осветительные приборы на разных источниках света, в целом, я бы сказал, что это состояние, конечно, является хорошим, но достаточно сильно идет устаревание, то есть до сих пор много и ртутных ламп есть, и натриевых, и металлоглагенов, других газоразрядных ламп. И, в частности, вот за последние 15 лет, пока происходит внедрение, активное внедрение светодиодов, вот особенно вот на ранних стадиях, 15-10 лет назад, те светодиодные светильники, которые были внедрены тогда, когда эта технология была еще не опробирована, они тоже могут на самом деле сегодня считаться уже устаревшими, и технологические, и какие-то моменты не учитывались, например, слепящее действие этих светодиодов, виды кривой силы света, то есть часто влияние, ну часто было зебра на дорогах и так далее, то есть от всего этого сегодня уже постепенно избавляются, уходят, но вот как бы на начальных этапах это имело место быть. Плюс новые тренды, которые сегодня есть, это по сути интересы, фокус внимания смещается от рынка конечных устройств, то есть самих светильников, к интеллектуальным решениям, умным городам, к управлению и так далее, то есть это вот новые тренды. Если говорить, почему со светом существует определенная проблема, которая не решена до сих пор и в частности механизмов, и в частности фактического состояния, то я бы назвал такой парадокс. То есть с одной стороны, смотрите, свет, и здесь я бы хотел поддержать и как бы такой небольшой ловерды Алексею Петровичу отдать, потому что я сам выпускник кафедры светотехники, тоже занимаюсь светом, поэтому свет с одной стороны тотально вокруг нас, вот сейчас источники света над нами освещают, вот мы здесь находимся, да, придем домой, там тоже свет, на улицу выйдем, там тоже светильники, вот, а с другой стороны специалистов, которые в этой теме глубоко разбираются, особенно вот в крупных таких инфраструктурных проектах, их банально не очень много, и именно специалистов в области светотехники, потому что в стране существует буквально, можно по пальцам одной руки пересчитать учреждения, специализированные кафедры, которые готовят специалистов в данной области, то есть получается, с одной стороны, свет влияет на безопасность, свет влияет на то, насколько комфортно мы себя чувствуем, свет есть вот абсолютно в каждом помещении и на дорогах, и мы, и изменения в свете, вот какие-то модернизации в области света, изменение светоцветового облика города очень сильно заметно, очень сильно влияет. Если спросить у любого гражданина, что он увидел в первую очередь, он скажет, я увидел, как там новые власти свет, к примеру, заменили, да, то есть вот так это заметно оказывает радикальное влияние с точки зрения энергосбережения тоже, а в то же время людей, которые вот глубоко разбираются именно в особенности построения осветительных систем из-за того, что системы образования выпускают их недостаточно много, их попросту мало. И на самом деле это увязывается, вот этот аспект может быть увязан с выбором и инвестиционных механизмов, потому что каждый из них подразумевает свою определенную глубину погружения и глубину проработки, и глубину профессионализма проработки каждого кейса, ну и соответственно очень важный профессионализм тех компаний, которыми этим вопросом и занимаются. И сегодня это тоже звучало. Вот, из механизмов частного государственного партнерства они все назывались сегодня энергосервисные контракты, контракты жизненного цикла, концессионные соглашения. Вот, вот, если говорить об энергосервисном контракте, то есть один рисковый момент, который я мог бы здесь обозначить. Из-за того, что энергосервисный контракт строится вокруг эффекта именно энергоэффективности, то получается, что, во-первых, его фокус идет не всегда на повышение качества свето-световой среды, на повышение вот решения световых задач города, не скорее, не на комфорт горожан, а на извлечение именно такой относительно быстрой выгоды, вызванной вот разницей в энергоэффективности. то есть, во-первых, получается какое-то усеченное внимание к аспектам, которые свет выполняет, а во-вторых, получается, что если фокусироваться исключительно на быстром извлечении прибыли за счет энергосбережения, то возникает риск установки световых приборов с пониженной мощностью, чтобы быстрее окупиться, и, соответственно, невыполнение ряда светотехнических норм либо сразу, либо вот с течением некоторого времени эксплуатации. А светотехнические нормы, как мы знаем, они тоже написаны кровью, как и другие нормы, и есть у нас статистика вот именно зависимости количества дорожно-транспортных происшествий, даже не просто от того, освещена дорога или нет, а вот именно от градации уровня яркости освещения дорожных полос. То есть количество ДТП зависит от того, насколько хорошо, насколько качественно дороги освещены. Поэтому, если здесь фокусироваться исключительно на вопросе энергосбережения, то часто упускаются из виду такие вещи, как стробоскопический эффект для водителей, так называемая зебра на дорогах. И, конечно, еще важным элементом является то, что стремление удешевить светильник для того, чтобы получить как можно более быструю выгоду, может еще ввести к тому, что, так как энергосервисные контракты сравнительно краткосрочные, то это может сказаться после окончания контракта в виде увеличения выхода из строя светильников светодиодных. Дело в том, что светодиодный светильник довольно простой конструктор, в котором удешевление достигается, например, работа на износ некоторых элементов, в частности, блока питания или самих светодиодов. И достигая краткосрочный эффект, это неминуемо сказывается в дальнейшей эксплуатации. В этом особенности вот именно нашего рынка, потому что крайне легко показать краткосрочный эффект, который достигается форсированием свойств прибора и, соответственно, когда заканчивается срок действия финансового инструмента, передается в эксплуатацию заказчику осветительная установка, которая может начать весьма стремительно деградировать. И это, наверное, не то, что мы хотели бы получать. Контракт жизненного цикла – это инструмент, который применяется в основном при новых инфраструктурных объектах. Предыдущий докладчик Алексей Викторович тоже говорил о том, что практика их применения имеет определенную институциональную еще недостаточную проработанность. Пока не слишком в нашей сфере такие контракты применяются. Что же касается консессионного соглашения, то это более комплексный вид договора, который включает в себя, по сути, полностью элементы контракта жизненного цикла и энергосервисного контракта. Консессионное соглашение может решать те вопросы, которые обозначил в начале доклада как рисковые и плюс несет дополнительные возможности, которые могут быть предусмотрены в рамках коплинговых работ. Такие как заложение основ для построения в дальнейшем систем умного города и развития телекоммуникационных систем. Здесь сравнительная табличка, на которой не буду долго останавливаться по различным плюсам и минусам, но в частности здесь указывается, что в консессионном соглашении речь чаще всего идет о более комплексной замене, то есть не только светильников, но и в каком-то объеме опора освещения, кронштейнов, подстанций, даже может быть установление дополнительных элементов, даже декоративных элементов. Это проводится при этом общественное обсуждение предстоящих контрактов, они являются прозрачными. И они являются долгими, то есть компания консессионер заинтересована в том, чтобы предложить не краткосрочное решение, которое потом хоть трава не расти, а так как она сама отвечает за ремонты, выходы из строя, различные проблемы, то заинтересована предложить хорошее решение, которое ей же не нанесет финансовый ущерб. Поэтому эта модель может предусматривать качественные решения, которые будут работать и в ходе консессионного соглашения, и в дальнейшем. Ну, вот эта табличка, она еще раз на самом деле иллюстрирует то, что я сказал до этого, то есть более комплексный подход в рамках консессионного соглашения по отношению к энергосервисному контракту. Ключевыми условиями консессионного соглашения является, что консессионер инвестирует в замену светильников, модернизацию опор, и вот иногда установка опор двойного назначения, которые могут какую-то еще функцию выполнять, например, связи, видеонаблюдения, других вещей, которые могут в том числе коммерциализироваться. Преимущество для города, то есть модернизации подвергается не только какой-то отдельный элемент, светильники при условии нахождения в плохом состоянии проводов, трансформаторных подстанций, устревания опор, то есть замена может быть осуществлена комплексно вместе с программой благоустройства и заложением основ, как я говорил, для в дальнейшем актуальных сегодня проектов по развитию умного города. Таким образом, концессионное соглашение решает обозначенные проблемы, которые были обозначены, а для концессионера подразумевает возврат инвестиций с помощью как бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования. Наша компания Белгрупп обладает полным комплексом компетенций в данной области, в области света, вот здесь приведены цифры и объемы различного рода работ и проектов, которые мы проводили за последние годы. И из-за того, что мы делаем не просто светильники, а полный цикл, начиная от вопросов цветового дизайна и проектирования, то есть может быть преобразована цветовая среда города, а не просто осуществлены экономические моменты. Собственная система управления освещением, программное обеспечение, опыт в монтаже, который позволяет нам понимать, что, ну как бы вот, как эксплуатирующая организация, понимать, как те решения, которые мы как производитель закладываем, потом фактически работают и исправлять это на этапе производства светильников. То есть в эту тему погружены комплексно. У меня все. Спасибо, Дмитрий Михайлович. И тоже спасибо за краткость. Хотел бы единственно сказать, вы упоминали о плюсах концессии. Вы не упомянули о том плюсе концессии, что он позволяет как раз решить проблему недоосвещенности в муниципалитетах и решить вот те 105 судебных решений, неисполненных по сей день. То есть он позволяет в том числе и создать новое освещение этот инструмент. При этом вы упомянули о достоинстве, о публичности прохождения процедуры заключения Конституционного соглашения. И публичность это в том числе прохождение через все комитеты, обсуждение в городском муниципалитете. но прав был Алексей Викторович, когда в одной из своих таблиц сводных он у этой строчки Конституционный механизм поставил все, везде плюсики и один минусик. Как известно, наши недостатки вытекают из продолжения наших достоинств. Вот именно из-за того, что таков процесс публичности на прохождение Конституционного соглашения, тщательности проработки и подготовки Конституционного соглашения, что, кстати, для банков и Людмилы Игоревны услышите, здесь является в том числе инструментом защиты факторингового кредитования, поскольку проработанность Конституционного соглашения гораздо более глубокая, подготовка его ведется более длительная, но минусом безусловно является более длительный срок подготовки Конституционного соглашения и его дальнейшее заключение. И Алексей Викторович совершенно справедливо заметил это в своем обзоре, который делал в докладе. Мы с вами перебрали время, поскольку по времени мы должны были в 14.00 закончить. Если кто-то очень настаивает, я предоставлю слово, настаивайте очень, пожалуйста, только представляйтесь, пожалуйста. Артик Фрошетт, у меня просто вопрос к докладчику. Сказал про Конституционное соглашение, и всегда присутствовало слово «может быть», а «может и не быть». Вы не сказали ничего о рисках и проблемах. Какие проблемы возникают при заключении, при эксплуатации в Конституционном соглашении? Ничего не сказали. Вы являетесь крупнейшим участникам рынка светотехники ничего не сказали по поводу контрафакта и некачественной продукции на сегодняшний день на рынке, которая мешает работе вам и другим производителям отечественным, и ничего не сказали о пожаре безопасности. Предпоследний случай, который был в лошади какой-то в кафе ночью, что там было возгорание из-за короткого замыкания именно в светодиодном плафоне. Только представьтесь, пожалуйста. Я сказал, меня зовут Артик Фрошет. Спасибо. Спасибо большое. Я считаю, что обозначенные вам вопросы являются исключительно важными, в частности вопрос контрафакта, но из-за ограничения времени, плюс мне немножко не хотелось нагнетать и сразу говорить о всех проблемах нашего рынка в рамках данной конференции. Это, безусловно, суперактуальная проблема, как и проблема контроля качества, в том числе постконтроля качества осветительной установки в рамках жизненного цикла. Но ввестить это в короткий доклад было нельзя, я думаю, что это тема отдельной конференции, но вопрос действительно экстра актуальный. тогда скажите о концессии вы говорили, приводили данные, на каком городе, на каком объекте это основано? На каком объекте если вы говорите о опыте концессионных соглашений нашей компании, сейчас несколько концессий находятся в стадии реализации, несколько концессионных проектов в стадии подготовки, есть концессионные соглашения в Волгограде, есть в электростале, Солнечногорске, несколько объектов находятся сейчас в работе, в подготовке. По поводу продукции недобросовестной и контрафактной, конечно, это не тема обсуждения энергоэффективности, но вот как раз в этой части опять же долгосрочный контракт, а это контракт жизненного цикла и концессия, которая в более широком смысле включает в себя в том числе и контракт жизненного цикла в части нового освещения, но в любом случае концессия принимает на себя эксплуатацию действующего по концессионному соглашению осветительной установки, действующего освещения, всего, которое подвержено модернизации, а может и в большей степени, чем только то, что было подвержено модернизации нового строительства. И в этой связи, поскольку это более длительный срок, это уже срок жизненного цикла, у концессионера высокая заинтересованность применять неконтрафактную качественную продукцию, поскольку его эксплуатационные расходы будут снижаться, а эксплуатационный платеж поступает ему в случае энергосервисных контрактов, и, кстати, вот у Алексея Викторовича в таблице это было отмечено, ну, на одном из слайда, эксплуатационный платеж поступает, остается эксплуатирующей организацией, в результате снижается заинтересованность подрядчика контракта держателя, снижается заинтересованность применения самого эффективного оборудования, самого эффективного комплексного решения по модернизации осветительной установки. Я не сказал исчезает, я сказал снижается, потому что эксплуатационный платеж ему никаким образом уже не поступает, и он в этом уже процессе никак не участвует. В результате снижения эксплуатационных расходов ему, в общем, все равно. В отличие, опять же, от контракта держателя по контракту жизненного цикла и по концессии. Но, тем не менее, вот тема по контрафакту, вы прямо вот здесь в яблочко, и я вам скажу, еще хуже того, у нас на рынке обращается продукция, которая имеет даже поддельные сертификаты, обязательные сертификаты соответствия. Обязательные. при этом это сертификаты по безопасности, в том числе пожаробезопасности, про которую вы упомянули, и в том числе безопасности для жизни и здоровья человека. В том числе там в рамках проведения этой сертификации проходит сертификацию на электромагнитную совместимость с человеком работы этого прибора. Это обязательная сертификация касается не только светильников, а всех электроприборов. Но в части светильников у нас есть данные о том, что в обращении имеются те, которые имеют поддельные сертификаты, то есть имеют сертификаты органов, у которых лицензия у сертификационных центров, лицензия на момент выдачи этого сертификата уже была отобрана. Он уже не имел права выдавать. И выдал ли он, или это было просто отсканировано самим производителем каким-то или импортером, это пускай занимаются специальные органы. Но проблема существует, вы правы, и, конечно, это необходимо отдельно рассматривать и с этим отдельно заниматься. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ